Всем привет, дорогие друзья! С вами снова канал Пашем с Пашей и это рубрика Фитшоп. И сегодня я хочу рассказать о таких интересных наушниках, как AirPods Pro, которые я взял буквально на пару дней и мне есть, что о них рассказать. Поехали! Начнем с того, что я взял эти наушники буквально на один денек, затестить, немножечко в них побегал, позанимался и решил рассказать вам об этих наушниках. И сравнить я, конечно же, буду их с первыми AirPods, которые я точно так же взял для сравнения. И, конечно же, с теми наушниками с Xiaomi AirDots, обзор на которые я делал, кстати, здесь же. Разница только в том, что сейчас стало намного теплее. Поэтому рассказываю. И давайте сразу все расставим по своим местам. Эти наушники абсолютно нельзя сравнивать, потому что ценовая категория у них абсолютно разная. Xiaomi стоит примерно в 18-20 раз дешевле. Да, вы не ослышались. Потому что Pro на данный момент стоит примерно 20 тысяч рублей, а Xiaomi AirDots стоит примерно 1200. Это в лучшем случае. И, исходя из этого, вы прекрасно понимаете, что абсолютно разное качество исполнения, разные материалы, конечно же, абсолютно разные функции присутствуют в этих наушниках. Но нам необходимо выяснить, насколько они хороши и абсолютно ли оправдывают они ту стоимость, за которую их выпускают, и за которую нам их отдают. В этом мы сейчас и разберемся. А начнем мы, наверное, с самого главного. Это качество исполнения, материалы и, конечно же, форм-фактор. Скажу сразу, они значительно тяжелее, чем Xiaomi. И они даже тяжелее, чем первые AirDots. Но, тем не менее, качество исполнения, материалы, которые используются здесь, есть вот этот замечательный пластик, который просто идеально ложится в руку. Конечно же, все на высоте. Разница просто небо и земля. Открывая эти наушники, ты испытываешь ежесекундный, но оргазм. И это дорогого стоит. Поэтому, однозначно, за качество исполнения, за материалы, этим наушникам можно дать просто 10 баллов из 10. Я бы даже, наверное, дал 11 баллов из 10, потому что это первые наушники, которые так хорошо выполнены. Все идеально. Но, в принципе, это iPhone. Это Apple. Чего от них другого ожидать? Идем дальше. Простота использования. На самом деле, я немножко тупил первое время. И так до конца я не разобрался, как подключать к собственному телефону. У меня iPhone 11. Да. Я просто подношу, открываю, и автоматически определяются наушники, которые я подключаю и использую. В принципе, все достаточно просто. Потому что с теми же самыми Xiaomi постоянно какие-то проблемы. То они не подключаются, то один наушник постоянно отваливается, то их приходится коннектить, потому что один работает, второй не работает. А чтобы их законнектить, это надо зажать кнопки, которые на них, и держать примерно минуты три. И я сейчас не преувеличиваю. Это реально три минуты. То, что касается AirPods'ов, прошек, это просто, я не знаю, такое ощущение, что это сделали ангелы. И однозначно мне не занесли деньги за то, чтобы я их прорекламировал. Просто реально это сделали ангелы. Они легко коннектятся, они легко работают, они не отваливаются. И все крайне удобно и юзабельно. Но, наверное, абсолютно неправильно сравнивать их с Xiaomi, поэтому давайте дальше все сравнение будем производить с первыми AirPods'ами. Разница в два раза стоимости. То есть AirPods'ы первые стоят примерно 10 тысяч рублей комплект, прошки стоят 20 тысяч рублей. И вот тут они уже могут немного посоперничать. И главное соперничество в данном случае, это, наверное, форм-фактор самих наушников. То, что касается первых AirPods'ов, да, они работают, да, они находятся в ухе нормально, но, тем не менее, кстати, они включились. Вот, все, выключились. Но, тем не менее, это достаточно неудобно, и я его потерял. Ну, а то, что касается прошек, они сидят достаточно хорошо в ухе, но хотя здесь тоже есть о чем рассказать. У меня постоянно такое ощущение, что они вот-вот вывалятся, потому что они едва касаются кромки уха, прям едва. Прям такое ощущение, что если сейчас головой дерну, и они выпадут. Но, как бы это странно ни звучало, ни разу не было такого, чтобы они выпали. С учетом того, что данные амбушюры не совсем мне подходят, а комплекты я не могу найти, то есть те, которые мне бы подошли, они сидят достаточно хорошо. И это уже огромный плюс этих наушников. И тут сразу же можно сказать, что для спорта вот эти не подходят абсолютно никак. Во-первых, звучание немножечко размывается внешними раздражителями, скажем так, а во-вторых, они вываливаются. То есть бегать в них невозможно. В них можно только лежать и слушать аудиокнигу, либо музыку. И все. В этих же можно заниматься спортом. Я уже провел тест, спортивный тест, и они реально держатся очень-очень хорошо. Кстати, тест будет в конце видео, поэтому можете перемотать, если интересно. Если в сравнении снова обратиться к Xiaomi, то тут достаточно спорный момент. Xiaomi, в принципе, держатся лучше. Они не шевелятся, они не касаются так вот тонкой кромки твоего уха. Они чувствуются намного более плотно, чем аэроподсы, прошки. Но, тем не менее, какая-то опасность в прошках есть, что они вывалятся. Хотя они не вываливаются. Я снова возвращаюсь к тому, что реально кажется, что они вывалятся. Хотя нет, не вываливаются. Но есть одно отличие. Xiaomi сидят слишком плотно. То есть, скажем так, рецепторов прилегания нашего тела, за давление, которое отвечают, они нагружают значительно больше. То есть, это как картошка, которую ты запихал в ухо. То есть, она плотно там села, плотно сидит, все замечательно, она не выпадает, но это картошка, и ты ее чувствуешь картошкой. Здесь же такое ощущение, как будто тебя касаются пальчики ангелов, которые, кстати, сделали эти наушники. Как-то так. И это точно не реклама аэроподсов. Наверное, это надо было сказать в самом начале видео. Нет, я до этого не пользовался аэроподсами, ни первыми, ни прошками, ни какими-либо. И поэтому, в принципе, я ничего адекватно о них рассказать не могу. Могу только сравнить с Xiaomi, которыми я пользуюсь, наверное, уже год. И все. И буквально вот за день то, что я от них смог получить, это я, в принципе, и рассказываю. Но о форм-факторе мы с вами поговорили. О материалах мы поговорили. Материалы офигенные, обалденные. Даже вот эта вот резиночка, которая здесь, из которой сделаны амбушюры, она другая, она абсолютно другая, нежели вот на этих Xiaomi. Сразу видно, дешевая какая-то хрень, которая неприятна на ощупь. И вообще хочу поменять. В этом же вопросе все замечательно. И мы переходим теперь непосредственно к звучанию. И как вы прекрасно знаете, у каждого человека свои предпочтения. Каждый по-разному воспринимает звучание. И я скажу так. Это однозначно лучше, чем это. Но это лучше не в разы, по моим ощущениям, а лучше процентов на 30. Максимум на 50. Не больше. С учетом того, что они, в принципе, неплотно садятся в ухо, если их прижать, слышно достаточно хорошо. И звучание лучше процентов на 30. Да. Но зато, если начать сравнивать вот с этим, то есть с первыми AirPods'ами, то тут уже разница, честно говоря, я не чувствую разницу только конкретно в том, как эти наушники сидят в своем ухе. Это затычки, а это простые вкладыши. И это чувствуется, но качество звука примерно одинаково. И, наверное, разница между первыми и прошками, ну, процентов 10, максимум 20. То есть разница в звучании не настолько велика, если вы фанат музыки какой-либо. Я не думаю, что вы особо почувствуете разницу, и она настолько, скажем так, значима в данном случае. По крайней мере, для меня точно нет. Даже здесь звучание, оно какое-то плоское, хотя оно более объемное, чем здесь. Но напоминаю, я не ценитель музыки. Я слушаю только то, что нужно, и только потому, что нужно. Как-то так. Вот здесь очень хорошие высокие частоты. Ну, это по моим личным ощущениям. А то, что касается низких, то есть басы здесь, ну, они достаточно хорошие, наверное, но какие-то пластиковые. Мне не особо понравились. Здесь я вообще молчу, как бы басы полное говно. Ну, высокие тоже задраны, как бы. Но к этим требованиям меньше наушникам. К этим больше. Ну, и поскольку звучание – это как бы удел каждого, то тут вам решать самим. Лично для меня разница невелика. А вот стоимость в 20 раз значительно выше, значительно больше. Да, но мы переходим к следующему моменту. Это, конечно же, юзабельность этих наушников, а точнее те функции, которые в них есть. И вот тут, на самом деле, рассказать можно о многом, потому что разница между этим и этим есть. И достаточно значительная. А между Xiaomi и Прошками разница просто огромная. Давайте разговаривать. Ну, и, наверное, самое необычное, то, о чем необходимо рассказать, это функция прозрачности, то есть режим прозрачности. В этих наушниках вы слушаете музыку. Включайте режим прозрачности, и все звуки, которые есть наружи, то есть пение птиц, скрежет тормозов автомобиля, которые позади вас и так далее, они слышны. Ты даже можешь разговаривать с человеком, не отрываясь от музыки. И это очень необычно и очень классно, как происходит это регулирование. То есть здесь есть микрофончик специально для этого. Звук идет, обрабатывается, молниеносно обрабатывается и передается тебе в ухо непосредственно, то есть сразу идет на динамик сигнал. Задержка прям минимальная, которую без желания, в принципе, выявить невозможно. И это огромнейший плюс этих наушников. Ну или фича, о которой мы забудем буквально через неделю. Ну а вторая, не менее значимая функция, это функция звукоподавления. То есть вот в этих наушниках ты, в принципе, ничего не слышишь, то, что происходит наружи. В этих наушниках ты тоже ничего не слышишь, то, что происходит наружи. Разницы особой я в этом не почувствовал, но, наверное, она есть. Поэтому про эту функцию я рассказать ничего не могу. По крайней мере, огромная разница чувствуется, если ты включаешь режим прозрачности в этих наушниках, слышно всякое разное. То, что, в принципе, ты слышать не должен. Когда ты отключаешь эту функцию, звук становится более, так сказать, глухим. Но, но-но-но-но-но-но, разницы как таковой вот с этими наушниками я не чувствую. Поэтому рассказывать про это я не буду. То, что касается режимов управления, здесь оно происходит нажатием через вот такую вот своеобразную кнопку. И это менее удобно, чем на первых аирподсах. Но это безумно удобно, чем на сяомишных. Ты когда нажимаешь, там, во-первых, щелчок, который сразу бьет не в ухо, а в мозг. Это первый момент. А во-вторых, начинает шевелиться амбюшура. И у тебя такое ощущение, что сейчас перепонку оттуда выдернет давлением. Здесь же такого нет. Они очень хорошо садятся. Никакой разницы в давлении нет. Очень удобно, очень замечательно. И управляется через вот эту вот кнопку. Ааа, как громко! Это, в принципе, удобно. Но на первых аирподсах было удобней. И да, я абсолютно забыл рассказать о функциях. Когда ты нажимаешь один раз, вот на эту выемку своеобразную. Кстати, это не кнопка, это просто сенсор, касание. То у тебя останавливается музыка. Когда ты нажимаешь дважды, то тут уже есть огромное количество настроек. Ну, хотя нет, не огромное. Там всего лишь буквально три штуки. Там выключить режим, сделать режим прозрачности, либо шумоподавление. Но, тем не менее, настраиваются они достаточно прикольно. В принципе, так же, как и первые аирподсы. Разница только в том, что в первых аирподсах, по-моему, два раза надо по уху себе надавать. А здесь есть одно нажатие и два нажатия. И это кайфово. Так, о форм-факторе сказали, о материалах сказали, о звучании сказали, о всяких фишках в звучании тоже сказали. Осталось рассказать только о том, как долго они работают и насколько хватает вот этого примерно аккумулятора. Пообщавшись с владельцем этих наушников, аккумулятора вот этой коробочки хватает примерно на четыре зарядки полных наушников. Насколько сильно они разряжаются, это я точно не знаю, но примерно на четыре хватает. В принципе, точно так же, как и на сяомишных. Ну, в принципе, они, поработав годик, уже не так хорошо выдают, но, тем не менее, значения примерно одинаковые. Самих же наушников, а точнее зарядки этих наушников, хватает примерно на три с половиной-четыре часа. И то там остается буквально 2-3%. И это тоже хороший показатель, и он немножко выше, чем сяомишные. Про первые аэроподсы мне сказать нечего. Я их взял только для звучания. Честно признаюсь. И тоже хочу сразу рассказать, что я так и не проверил функцию зарядки по воздуху. То есть накладываешь на зарядник и заряжается. И не потому, что у меня нет зарядника. У меня есть зарядник, просто я почему-то его не затестил. Но он здесь есть. Насколько я знаю, вроде как, я про это говорить ничего не буду, но если он здесь есть, это безумно удобно. Вот у меня сейчас 11-й айфон, его на пауэрбанк накладываешь, и он заряжается. Это очень удобно, и как минимум штекер остается незаюзанным. Так, ну и настало время перейти к тестам. Первый тест – это дальность, насколько хорошо, насколько далеко бьют эти наушники. И у нас есть там прямая линия, 30 метров. Там мы тестить и будем. Итак, тест номер один. Я беру телефон, музыка уже играет. Ложу его на автомобиль и отхожу как можно дальше. Да, я не на той прямой делаю тестирование, а вот здесь теперь. Потому что здесь мне больше нравится. Здесь могут присмотреть за моим телефоном. Вот я отхожу. Расстояние примерно уже 10 метров. Играет нормально. 15 метров. Хорошо играет. 20 уже точно есть. Иду дальше. 25 однозначно. Голову поворачиваю. Играет нормально. Не как на сяомишных. Блин, да тут и метров уже хрен знает сколько. Так. Блин, друзья, здесь метров 50 точно, наверное, есть. И они играют нормально. А хотя есть некоторые провалы. Да. Ну, я реально в шоке. Сяомишки бьют на 30 метров. Не больше. И то голову поворачиваешь, звучание пропадает. Здесь 60. И звучание, в принципе, нормальное. Пару рывков было и прерываний. Это топ. За свои деньги. За большие деньги. И как-то так я сейчас настроил звучание. И на самом деле, как я выяснил, вот здесь. Нету микрофона. Микрофон вот с этой стороны. Да, вам слышно. И примерно вот такое звучание в микрофоне этих наушников. Как я это делаю? Повторюсь. У меня включен диктофон. Идет съемка на Соньку. И вот этот аудиофрагмент я вставлю в видео. И вы можете услышать, насколько хорошо слышно. Из того, что происходит кругом. Поют птицы. Много птиц. У нас тепло. У нас тут замечательно. То, что касается ветра. Ветерок очень маленький. Скорее всего, в видео вы могли услышать небольшие порывы ветра. Но он маленький. Поэтому его не слышно. И в экстремальных условиях эти наушники я проверять не буду. Но звучание вот такое. Слышно? Хорошо, что слышно. Так, ну и последний тест. Третий функциональный. То есть наушники вдеты, вставлены. Напоминаю, амбушюры у меня не мои, не моего размера сейчас. И я поделал несколько упражнений. Начнем? Субтитры сделал DimaTorzok. Как-то так не выпали. Но хотя левое ухо к этому очень-очень сильно стремилось. Но не выпало. Третий тест пройден. Ну и в целом, подводя итог этих наушников, они безумно хорошие, прикольные, интересные, замечательные. Это то, что сделали ангелы. Да, это так. Но стоят они реально дорого. Очень дорого. Сравнивать их с Xiaomi не стоит. Потому что разное количество функций, разное качество, разное звучание. Все разное. И здесь по всем параметрам эти наушники лучше. Они хуже только в одном параметре. Это в стоимости этих наушников. Но то, что касается меня, я хотел бы переплатить. Реально хотел бы переплатить. Это интересные наушники. И с этим я соглашусь. Но переплачивать я не буду. Пока точно не буду. Подожду еще полгодика. Может быть они станут дешевле. Как-то так. С вами был канал Пашем с Пашей. Самое лучшее для вас. Сегодня я рассказал про аэропод цепрошки. Рассказал то, как я их успел заюзать. Поэтому до новых встреч. Пока. С вас обязательно подписка, лайк и комментарии. Напишите гневный комментарий. Ты не умеешь делать обзоры. Ты вообще плохой блогер и так далее. Это всего лишь мои мысли. Которые я произношу вслух. Хочешь смотришь. Хочешь нет. Но лайк обязательно поставь. Ну или хотя бы дизлайк. Короче пока. Пау.